Мы за живой хоккей. Главный санитарный врач своим постановлением снял ряд ограничений на массовые, зрелищные, спортивные мероприятия. Теперь болельщики смогут наслаждаться матчами, как раньше, вживую. Хочется поздравить, наверное, болельщиков, что все-таки в этом сезоне они увидят хоккей. Может быть, конечно, не все, но 20% нам разрешили запускать. Это уже начало, это уже что-то. Свершилось. Именно так восприняли новость о снятии очередной порции ковидных ограничений любителей спорта. С середины марта прошлого года любой поход на состязание ограничивался выбором нужного канала на телевизоре или загрузкой с сайта с онлайн-трансляцией. И вот фанатам теперь ничего не угрожает. Согласно пункту 11, постановление номер 5 от 28 февраля текущего года разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями без организации питания и при условии обеспечения заполняемости до 20%. С соблюдением социальной дистанции, масочного режима, шахматной рассадки, термометрии и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Правда, сейчас в разрешительном для болельщиков регламенте всего 20% заполняемости, поэтому, чтобы попасть на матч, нужно будет еще испытать удачу, успев отхватить заветный билет. Без болельщиков было пусто на арене, ведь они придают эмоции и гонят вперед, говорят спортсмены. Весь сезон играли при пустых трибунах. Я думаю, потихоньку ситуация наладится и в мире, и у нас. Караганда – это болельщики, Сарарка – это болельщики. Это отмечают все. Без них, конечно, не то играть в такое. Атмосфера тренировки. Я думаю, ребята и ребята про это разговаривают, но они об этом знают, что запускают. Они ждут этого с волнением. Думаю, должны порадовать. Перетача, бросок и шоколорота! Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, Пятый канал.